Ну что, ребят, вот и новый сезон. Собственно, мы в команде McLaren, как вы это могли понять из ролика в прологе, как и говорилось. Собственно, спасибо ему за озвучку пролога еще раз. Ну и, собственно, что мы имеем в McLaren? Болид, который крайне унылый. Почему унылый? Потому что прокачивали его, мягко говоря, из жопы. В двигателе мощность не прокачана, топливо и ЕРС прокачаны, но с ЕРС это отдельный разговор будет на этапе. В Австралии. По поводу шасси тоже там кое-как оно прокачано с распределением веса. Вес по максимуму не снят с болида. Ну и также к модификациям тормозов можно пройти только полностью прогрессив распределением веса. Из-за чего, скорее всего, придется где-то в сезоне взять эту модификацию, чтобы открыть тормоза и можно было чуть эффективнее тормозить. И чуть позже. В аэродинамике все хуже, в плане того, что у нас не прокачано кучу модификаций на снижение лобового сопротивления. Из-за чего болид просто крайне хреново едет на уже высоких передачах. Собственно, в Австралии опять же вы это увидите. То есть он очень хорошо разгоняется, но вот уже начиная с 200 с чем-то километров разгон очень сильно падает. И из-за этого падает максимальная скорость. Соответственно, нужно прокачивать чертову снижение лобового сопротивления. Переходим к квалификации, на которой я, собственно, уже видно 20 место. Но это из-за того, что я не поставил первый нормальный круг. Пытаюсь улучшить второй. И, собственно, ЕРС здесь не хватает на полный круг в режиме хот-лапа. Полный круг в режиме хот-лапа в Австралии. Что, простите, за Велимс без проблем хватало его и без апгрейдов еще. То есть порой приходилось его просто банально экономить. А если считать, что у нас следующий тот Бахрейн, в котором, наоборот, ЕРС еще раньше заканчивался, чем в Австралии, то я не знаю, что будем мы там делать. По итогу квалификация закончилась для меня на 20 месте. Этого даже не было в Вильямсе. Но тут в Маклардне это произошло. То есть когда я переходил в Маклардне, я думал, окей, они неплохо квалифицировались, по крайней мере Алонса, в конце сезона. То есть, ну, может быть, болит у них, может быть, по характеристикам предпоследний, но, в принципе, он довольно забалансированный. Нет, он был прокачан просто через жопу. Мощности в нем нету. Лубовое сопротивление не прокачано. И шасси тоже через жопу прокачано. Окей, стартовая решетка. Вальтер у нас первый. Второй у нас Сироткин. Третий у нас Лэнстролл. Четвертый Эстабангон. Пятый у нас Льюис Хэмертон. Шестой Кевин Магнусон. Седьмой Чака Перес. Восьмой Донидий Рикерта. Девятый Карл Сайнс. И десятый Стебастьян Фетер, который уже получил штраф. Скорее всего, что-то у него случилось. Где-то контакт был в квалификации, скорее всего. Ну, это я, по крайней мере, так думаю. Я на последнем месте. И я сделал ошибку. То, что надо было в этом этапе брать дополнительные элементы. Почему надо было их брать? Из-за того, что у нас не прокачано износ ДВС. То есть, Маклара, они как бы взяли эту модификацию, но она почему-то не прошла. Хотя странно. Ведь ветка износу сочности, наоборот, она самая беспроблемая в прокачке. Потому что там нет шанса какого-либо неприезда модификации. То есть, он 100% приезжает. Ну ладно, переходим к старту. Собственно, старт был дан. Я неплохо так, более-менее, срываюсь с места. Пробуксовка. И от меня просто выезжают. Собственно, что я и говорил. На разгоне просто вот скорости нет. Потом кто-то впереди еще ломается передний крыло. Это был Брэндон Хартли. Собственно, было видно слева у него надломлено. Точнее, справа передний крыло. И кое-как я, в принципе, отыграл за счет этого там 4 места со старта. В принципе, неплохо. Потому что у меня ожидания были то, что и в Макларе, и в Ноке. Мы будем ехать где-нибудь в середине пилотона. Но, блин, ну не в жопе мира. Это точно я не ожидал такого. Так же, да, Вандорна мы просто вытеснили. Ну и по поводу Ливрей, да, вы могли заметить то, что Вильямс в Ливрей нового 2019 года. Соответственно, тут все болиды в новой Ливере. Я немного с этим заморочился. Так сказать, новый сезон все-таки все обновили болиды и тому подобное. И, кстати, по поводу обновления болидов от Вильямса. В последнем этапе я взял последнюю модификацию ВШС, которая, по идее, их только должна была приравнять к топам ВШС, то есть к Мерседесу и Феррари вроде бы. Но они, наоборот, покачались еще больше. Соответственно, они взяли еще одну модификацию какую-то, которую я не брал. Откуда они нашли, блин, чертовы очки, я не могу понять. Ну окей. Возвращаемся к гонке, где я на первом кругу еще успел. Эриксон опередить довольно далеко было от него, но окей. Он слишком сильно тормозился, из-за чего я смог подъехать на сцене атаки и пройти его просто дайв-бомбой. Потом у нас проходило сражение за первое место между Сироткиным и Ботасом. Также Строл уже сюда вклинился. Сироткин не успел пройти Ботас, из-за чего он откатился назад и уже Строл начал прессовать. Также, да, в этом сезоне будет немного труднее распознавать, кто на каком болиде, потому что номера, черт подери, 19-го года. Соответственно, номера, которые были в прошлых сезонах на каких-то болидах, особенно на Вильямсе, просто, блин, я не помню. По итогу, вот, 63-й у нас это Сироткин, а вот на другом болиде у нас Строл. В общем, Строл по итогу прошел у нас Сироткина, и потом он прошел еще и Ботаса, который ошибся в конце второго сектора. По итогу заблокировал себе резину, и его спокойно прошел сначала Строл, потом спокойно его прошел Сироткин. Собственно, с таким болидом, блин, ясень, пень, они бы его прошли рано или поздно. По итогу, позади этого всего происходила еще борьба между двумя Форсиндиями. И, кстати, можно заметить то, что все болиды, которые используют моторный Мерседес, сейчас едут на первой и шестой позиции. С первой по шестой, точнее. Но тут они из-за своей борьбы немного потеряли в темпе, из-за этого едут 2 Рэдбула, которые, в принципе, более-менее неплохо едут от той же Феррари. Но, в принципе, я смотрю, у Феррари это нормальная тема, то, что они начинают сезон где-то в конце. Хотя, у нас не было изменений регламента, но при этом все равно они как-то странно едут вот в конце. Фиг знает, чем это связано, но болид у них, в принципе, нормальный. Они едут наравне с Перседесом, Рэдбуллом. Что с ними не так, я не знаю. Собственно, прямая, на которой вы могли видеть то, что даже с ДРСом и без Слепстрима какого-то нормального я не могу просто никак догнать. В предыдущую Форсиндию. Фу, хас. И по итогу, да, я ее опять догнал за то, что сильно она тормозила. Потом борьба с Леклером, который меня просто выталкивал за трек. Собственно, это было видно даже. Но по итогу в этой борьбе я победил в какой-то момент. Но Леклер тут же меня контратаковал в конце второго сектора. И без каких-либо проблем прошел меня и продолжил банку дальше. В свою же очередь, перед нами Форсиндию уже боролась с Рено. Из-за того, что там Форсиндию вроде была проблема с Перседесом, где-то она повредила его во время борьбы. Из-за чего я, собственно, догнал ту группу небольшую, которая от меня отъехала. Ну и по итогу мы эту Форсиндию начали все проходить постепенно. То есть Федаль, конечно, попробовал пройти, но заблокировался переднюю покрышку. По итогу прошел Леклер и я в него еще уткнулся. По итогу я еще его немножко откнул и отправил его немножко в плавание. По итогу я вышел вперед, но вперед-то что мне это дает? Я ничего, вот Федаль дает это Слипстрим. По итогу он меня догоняет спокойно, пытается опередить, но не смог. Не получилось у него. Переса я догнал чуть позже, опять же, у него были проблемы в поворотах. Но напрямую у него не было никаких проблем, в принципе, со скоростью. Из-за чего он меня мог контратаковать. Но из-за того, что он плохо вышел из Эски. И вот тут же еще прошли две Феррари. Потом еще и Магнусы начали. Граждан начал пытаться проходить. И они начали бок о бок ехать, соответственно, он никак не мог меня догнать. Ну и по итогу, что мы имеем? Позади меня две Феррари, которые могли меня спокойно пытаться пройти. Ну и также Льюис, которого не задался этап. Его развернули на выходе из Питлейна в первом повороте. И еще у него въехал Вандорра, который сломал перед ней крыло. По поводу двух Феррари, я не думаю, что мне что-то надо говорить. Райклин без проблем у меня проходит за счет Слипстрима и ДРСа. Федаль же почему-то в свое время не успел. Хотя вот странно, по идее должен был успеть у меня, потому что у меня не было даже ДРСа. Ну и, собственно, прямая. Райклин без ДРСа, у меня же ДРС и Слипстрим. Собственно, я его почти не догоняю. То есть мы идем на одном с ним расстоянии, плюс у меня еще включена обогащенная смесь. И догоняю его только в поворотах. И все. Соответственно, у нас проблемы будут на скоростных трассах. И следующий у нас после Австралии идет Бахрейн. А Бахрейн это крайне скоростная трасса, там много прямых, затяжных. И я не знаю, что мы там будем делать. Это будет, наверное, счастье, если мы придем там не двадцатыми. То есть, ну, страдать придется много. Потому что я ожидал, конечно, другого эффекта от перехода. Ладно, где-то впереди идет борьба еще. Я уже там между двумя Феррари, собственно, еду. Леклер пытается пройти у нас с Магнуссона. И они едут бок о бок. Точнее даже Магнуссон атаковал Леклера. Леклер смог поровняться с Магнуссоном. Ну, и на старт-финишный прямой Леклер просто спокойно отрывается от Магнуса за то, что у него есть ДРС все-таки. Начинает, ну, неплохо отрываться. И, да, ТВ-камера очень офигенная. Но совершает ошибку в первом повороте. Из-за чего, в принципе, здесь его отрыв напрямой нивелировался. Также за счет этого Реношка смогла поровняться с Магнуссоном. Ну, может, не только из-за этого. Также мы уже подъехали в свои группы в виде двух Феррари и одного Макларана. Также, опять же, кто-то там блокирует себе переднюю покрышку. И из-за этого оттормаживается группа. Райклин у меня без проблем проходит снова. И его успел пройти где-то там позади. Ну, и по итогу я продолжаю ехать между двух Феррари. Собственно, с Райклин я пытаюсь, конечно, на мутанцию. Но я не могу ничего сделать. Вот, опять же, я еду за ним. У меня адрес из липстрима, но я не на миллиметр даже не приближаюсь к нему. Ну, ладно, на пару миллиметров я к нему приблизился. Потом, в борьбе между Магнуссоном и Рено, у нас пришло следующее, то, что выезжает с СФТ-кара. Выезжает он из-за того, что у нас ходит Магнуссом по проблеме с ДВС. Первый этап, первый сход. И по проблеме с ДВС. Замечательно. Как это работает, я не знаю. Рестарт, ничего нового. На прямой у меня нет скорости, я еще плохо на нее вышел. И по итогу у меня тут же прошел Феттель. Также я еще отстал Трайкенена. Ну, собственно, ничего удивительного тут нет. Позади меня Хэмилтон, у которого произошли какие-то опять проблемы. Походу с ДВС-ом. Просто какой-то этап у него невезучий. То есть его начали тут же проходить. Там у него вроде были повреждения. И, точнее, Ботас увидел номер сбоку. То есть у Мерседеса этот этап вообще в принципе не задался. То есть Хэмилтон где-то был в заднице. Ботас начал проигрывать в темпе. Ну и у Феррари тоже этап не сильно хорошо лазится. Потому что они едут в середине пилотона. Они где-то в лидерах. В лидерах, конечно же, у нас едет Вильямс. Ну, тут сомневаться не приходится. Ну и как бы, да, у них есть темп, у них есть все. Поэтому, я думаю, все гонки выиграют в основном Вильямсе. Если только они не поубивают друг друга в борьбе. Потом, что ж, у нас происходит дальше. Рэйклин напал на Саенса. Из-за чего я начинаю отъехать бок о бок. Чем я начинаю пользоваться. Радуюсь к ним. Ну и спокойно уже жду прямой. Я смогу еще ближе к ним подъехать. Может быть, и остаться за ними. Может быть, смогу кого-то атаковать из них в первом повороте. Окей, выходит напрямую. Кое-как еще не врезаюсь в Рэйклин. Ну и что ж. Дресс у меня, у Феттеля. Еще в Форс Инди позади. Но у Рэйклин не было. По итогу, у меня прошел Феттель сразу. Но, во-первых, против смог контратаковать его. Также мы еще подблочили тем самым Рэйклин. Позади Форс Инди уже начинает бороться с Рэйклин. И из-за этого они тоже начинают отставать в темпе. За счет этого тоже, как бы, у меня в плюс. Потому что, чем дальше мы отъедем с Феттелем, тем больше шансов в том, что я останусь на своей позиции. И заработаю хотя бы там пару-трой качков. Но Форс Инди допускает ошибку на торможении. И из-за чего пускает сразу троих вперед. И, да, у них продолжилась самая борьба уже позади. Между Рэйклин и Сайенсом вроде. И Сайенс даже выиграл позицию по отношению к Рэйклин. Из-за чего у Рэйклин не было даже ДРС напрямую. И его начали проходить, опять же, все. То есть это была и Торо Роса, и Форс Инди. И Торо Роса уже закусилась в Форс Индии. Но на прямой, кстати, тоже у Рэйклин не хватило даже скорости обогнать Торо Роса. Что довольно интересно. Даже у Форс Индии не хватило почему-то. Ну и Рэйклин начал уже просто проигрывать позиции. Потом у нас ушел Эриксон. Я не знаю, как Рэйклин не убился даже об него. Потому что он прошел просто в миллиметре от отбойника. И там сломать подвеску можно было легко. Боссес, у которого, опять же, все шло очень плохо. Начал проигрывать в темпе. И из-за этого он откатился еще дальше назад. До девятой позиции. И, собственно, это единственные очки, которые смогла заработать команда Мерседес на этом этапе. Ну и финиш, восьмое место. В принципе, для меня это неплохой такой был финиш. Потому что мы стартовали в конце. И тут восьмое место. Ну что ж, могу сказать, что этот сезон будет крайне-крайне трудным. Ну, в принципе, я не ожидал, что он будет легким. И я там смогу за сезон взять сразу киту. А если бы был Макларен где-то в середине списка. И у него было больше прокачанных элементов. Ну, то шансы были. Но с таким болидом, который у нас сейчас вкладывается конкретно в аэродинамику. Чтобы у нас было меньше лобового сопротивления. Чтобы мы могли эффективнее разгоняться на высоких скоростях. Потому что вот сейчас с этим проблемы. Потому что болид очень плохо начинает ехать уже даже от отметки 300 км в час. То есть это было как с Вильямсом. То есть вроде движок есть хороший, но как бы он и херовый. Потому что, блин, ты не можешь его раскрыть потенциал. Из-за того, что у тебя вот хреновый болид в плане аэродинамики и шасси. Тут же мы имеем что-то среднее, но преимущественности вроде бы не особо хватает. Потому что модификация на мощность там куча осталась. То есть осталось 2 больших модификации на топливо и ЕРС и все. Остальное это чисто мощность. Соответственно ее мы будем тоже пытаться поднимать уже по окончании сезона. Собственно первые 2 места заняли Вильямсы. Ну ничего удивительного. Потом идет Рэдбулл. Неплохой старт для Рэдбулла. Потому что они стартовали там с 8 и 13 позиций и прорвались неплохо. У меня прям был неплохой. Вандор занял предпоследнее место из тех, кто финишировал. Хэмилсон вообще последнее. По итогу мы набираем 4 очка. Феррари вообще не набирает очков. Что удивительно довольно. Мерседес только 2 очка. То есть ну как бы можно сказать, что у нас болит вроде бы лучше, но как бы нет. Просто вот с течения обстоятельств у Мерседеса Хэмилтону там поплохело, так сказать. У Ботаса тоже проблемы с ДВС были. И у Феррари тоже что-то не ехали они в этот раз. Ну прям как в реальном Мельбурне. Ну да ладно. Что по поводу прокачки. Буду вкатусу снова пока в аэродинамику. В снижении сопротивления лобового. И тогда может быть у нас будет шанс какие-то уже ближе к боку побороться за хорошие очки. Не знаю, отличные, но более-менее там вот опять же 7 и 6 место. Что ж ребят, на этом все. С вами был Вархаммер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до скорой встречи, ребят. Пока-пока.